Так, доброе утро всем. Так, начнем. Все, доброе утро, дорогие друзья. Мы начинаем наш традиционный урок по Мишле. Мишле, притча царя Солмона с небольшим опозданием, задержкой. Да, бывают в жизни разные ситуации. В жизни разные ситуации, как говорится, человек предполагает, а Бог что делает? Располагает. Все, давайте, пока все собираются, отлично, прекрасное утро. Прекрасное утро, надо было с утра себя очень сильно благодарить. Себя и мир, и Бога. Состояние благодарности, это лучшее состояние, вообще внутреннее состояние. Когда ты благодаришь, то просто на душе становится легко и приятно. Да, доброе утро, здравствуйте, все, шалом. Так, отлично. Итак, значит, мы продолжаем изучать пятую главу. И дошли мы в прошлом отрывке, до третьего отрывка мы дошли. Да, что сотовый мед уста чужой, и халат мишемен хика, и слаже, чем ее, и гладко, глаже масла ее речь. Интересно, что я видел один комментарий вчера еще на это, что почему именно берется женщина как символ, запрещенная женщина как символ соблазнения. В Талмуде написано, что, это написано в трактате Санедрин, да, что, ну, во-первых, это не там написано, это в другом месте, что удовольствие от, от половых связей, отношений, да, от секса. А это самое большое удовольствие, которое в этом мире есть на физическом плане, да, то есть оно мощнее и сильнее, чем любые другие удовольствия. Может быть, я не знаю точно, но может быть наркотики дают такое же физическое наслаждение, я просто не в курсе, да. Но, опять же, поэтому наркоманы, они так сразу умирают, то есть они берут как бы за то, что нельзя делать. А написано, что после того, как, по-моему, это было после разрушения храма, после разрушения храма, да, вот так там написано, что после разрушения храма уменьшилось удовольствие от сексуальных отношений, и оно осталось на том же уровне, только при запрещенных сексуальных отношениях, представляете? То есть это как бы то, что говорят запретный плод сладок, так это именно имеется в виду вот это высказывание из Талмуда, что при запрещенных отношениях, ну то есть, например, там женщина запрещена мужчине в каком случае, когда она там замужем или еще что-то. Да, и может быть гомосексуальные отношения, может они поэтому на парады и выходят, что у них такие прям там переживания особенные, что они хотят ими поделиться со всеми, да, такие они, может быть, не знаю, зачем они выходят на парады, но так написано в Талмуде, что после разрушения храма в настоящее ощущение вот то, которое было раньше у всех осталось только в запрещенных связях, так почему-то так написано. Итак, значит, ну мы двигаемся дальше. Дальше мы двигаемся, что... Сейчас, секундочку, это у нас пятая глава, правильно, пятая глава. Значит, что будет дальше, предупреждает царь Соломон. Но он говорит так, вот ты ее послушаешь, да, вот эту вот женщину, уста чужой женщины имеется в виду чуждые идеологии, ты послушаешь, да, ты послушаешь вместо Торы, ты послушаешь Карла Маркса, да, Карл Маркс, он такое свое какое-то прогнал видение. Или ты послушаешь Фрейда, да, это как тоже, это все относится как метафора, как чужая женщина, чужая идеология. Человек же, он не выбирает из своих каких-то размышлений о мире. Каждый человек выбирает себе идеологию из того, что ему предлагает рынок, да, из того, что предлагает ему мир. И, в принципе, есть у нас на рынке на сегодня идеология, ну, там, коммунизм уже как бы отошел, уже не модный, да, но долгое время был очень модная идеология, которую придумал крещенный еврей Карл Маркс, который, когда умер, интересно, он прожил такую несчастную жизнь вообще, человек без гражданства, его гоняли с места на место. И, в итоге, он умер в Лондоне, и на похороны пришло 11 человек. Вообще, представляете, вообще, такой он прожил жизнь. Был несчастный вообще во всех сферах, без денег, без отношений нормальных, ну, больной все время, такой ужас. Но вот эта идеология, которую он придумал, коммунизм, она властвовала как идея над миром на протяжении последних практически, там, семи, ну, она всего 70 лет так круто, она так развернулась с 17-го года, да, и просуществовала она где-то нормально, так, по миру до 87-го года, 70 лет, да. 70 лет, сейчас немного есть Титая. Или какая еще есть чужая идеология? Есть идеология, чуждая идеология, это Фрейд, да, например, который Зигмунд Фрейд, тоже еврей, кстати, да, тоже интересное такое совпадение. Карл Маркс родился 5-го мая, Зигмунд Фрейд родился 6-го мая. И оба они качали какие-то свои идеологии, что-то себе выдумывали, и, значит, все это называется уста чужой женщины, и все это глажи масла речь ее. Они очень красиво говорили, Троцкий был настолько искусный оратор, например, Лев Троцкий, да, что говорят, что он останавливал прям вот так тысячи людей, и он прямо их поднимал в бой там туда-сюда, то есть умели, это то, что здесь написано, что в глаже масла речь ее, да, это чужой женщины. Точно так же внутри, например, каждого из нас, есть вот Александр Алик Ариев Мейстер, он знает вот этот внутренний голос, который тебе с утра говорит, Алик, ну не одевай отфелин, зачем тебе отфелин одевать, зачем тебе идти сейчас молиться в синагогу, слушай, ну ты же занят, ты не можешь, да, шалом, шалом, Алик, ты не можешь, у тебя нет времени, Алик, давай, иди работай. И вот этот внутренний голос, это тоже называется уста чужой женщины, то есть это все идет против Бога, это все идет обслуживание животного начала в человеке, обслуживание вожделения. Теперь дальше, четвертый отрывок, нам царь Самуан предлагает, что дальше будет, а дальше будет следующее. Ваахарита мара калаана, значит, последствия будут горькими, как полынь. Ахада к херев пьет, и острыми будут, как меч, как меч обоюдоострый, так переводят, да, херев пьет, это с двух сторон острый меч. Это такая, всем было в то время понятно, что такое меч острый с двух сторон, нам сейчас непонятно, мы никогда, наверное, в жизни не видели такого меча, а раньше, во времена царя Самуана, всем было понятно это сравнение. Но нам объясняют мудрецы, Малбим объясняют, что значит это сравнение. Значит, последствия греха, вот эта чуждая идеология, вот Фрейд, да, он уговорил, уговорил, объяснил, что все это вообще, все это там про Бога, про душу, про рай, про вечную жизнь, про заповеди, все это, уговорил Фрейд, это все фигня. Он говорит, все, это сексуальное влечение, все, все, понятно же, понятно. Понятно? И что дальше? И дальше человек, значит, он думает, так, если Бога нет, если заповеди нет, если все позволено, так пойду-ка я, думает он, пойду-ка я, значит, и пошел он на парад гордости, да. Идет, все красиво, все его обнимают, там, целуют, ой, еще один присоединился к параду гордости. А ты как, кто тебя туда побудил? Он говорит, я, вы знаете, Фрейда почитал, и, значит, вот я на параде гордости. А что значит Ахарита, Марак или она? На утро после парада гордости он проснулся с каким-то мужиком, да. И вспомнил он отрывок, который слышал на вроде Торы, что последствия горьки, как полынь, и остры, как меч обоюдоостры. Не буду вдаваться в подробности, что с ними происходит обычно, с теми, кто после парада гордости идет на дальнейшие действия. Но и в физическом плане, и в духовном плане последствия очень плохие. Недавно, например, я вот буквально неделю назад видел, я просматриваю заголовки новостей разных, мне интересно, как Бог управляет миром, что творится. Интересно, что в один и тот же день, с разницей в три года, умерла родная сестра, был такой из вот этих вот гомосексуалистов, Джордж Майкл или Майкл Джордж, певец, очень известный певец, он умер, ему было 54 года, а его сестра через три года в этот же день умерла, ей было 56 лет. И, значит, этот самый, про него писал Элтон Джон, есть такой у них, их лидер такой, да, один из лидеров. И он говорит, вот почему он умер? Он умер, потому что ему стыдно было, что он гомосексуалист. А надо этого не стыдиться, надо этим гордиться. Представляете? Это как раз о чем предупреждал царь Соломон, что последствия греха, они горькие, да. То есть, когда ты его делаешь, тебе это кажется сладким, там, особенно до, ты думаешь, да, это все так круто будет, это все так будет хорошо. И ты себе расписываешь вот этот вот грех сам себе, да, объясняешь. Потом тебе помог там Фрейд, Карл Маркс помог и так далее. А потом последствия, бах, и, вы знаете, все, которые убивали, вот первые коммунисты, которые были, гоняли там всю религию и так далее. Потом их убили вторые коммунисты. А потом вторых коммунистов убили третьих коммунистов. И всего 50 миллионов человек было убито за... Причем интересно, что все главы вот этих вот КГБ, НКВД первые, их всех убивали. Всех. Вот эти Берию убили там, ну, всех убивали. Представляете? То есть, это то, что нужно читать было четвертую главу. Все, кто выдумывали идеологии, как вот эти вот, то, что в предыдущем отрывке, как женщина чужая, чьи слова гладкие, это чуждые идеологии. Эти чуждые идеологии были разные. Там выдумывал, например, свою идеологию Ницше. Ницше, он был там философ такой, прямо символ всех философов, такой прямо философ, что дальше некуда Ницше, да. Такие вещи говорил умный. Идешь к женщине, он говорил, бери плетку. Такая, я вот единственная из Ницше, я помню, почему-то он у меня ассоциируется с этой цитатой. Идешь к женщине, бери плетку, он говорил. Правильно? Так надо женщинами. Поэтому он никогда и не женился, а умер в сумасшедшем доме. Представляете? Это как раз то, что предупреждал царь Салмон, что последствия всех этих идеологий, посмотри на последствия. То есть, они тебе разрешают много, они тебе говорят, что все позволено, они тебе говорят, что там Тора, духовность, заповеди, это все, кто придумал, непонятно. Хорошо, давай покажи, как живут те люди, которые живут без Торы, которые живут без Торы, которые живут без заповедей, которые живут без духовности. Посмотрите, как они живут, как они заканчивают, во что превращается их жизнь. Значит, и дальше в пятом отрывке он, царь Соломон, нам говорит, что будет дальше. Он говорит так. Радлея юрдот мавет. Ноди ее, вот этой вот женщины, которая чуждая идеология равно, да, то есть это метафора. Ноди ее спускаются к смерти. Шеоль цадея ит моху. Шеоль это место в преисподней, в аду, и ее шади поддерживают. Представляете, значит, смерть, то есть что происходит? Смерть есть двух видов. Есть смерть духовная, когда человек еще при жизни, он так по жизни двигается, но он духовно мертвый. То есть все его размышления, это только причинить зло, избежать зла, украл-выпил в тюрьму, украл-выпил в тюрьму. Это называется смерть духовная, даже при физической жизни. Но есть еще хуже, когда смерть идет, когда смерть идет просто физическая, есть смерть просто духовная. Значит, если человек духовно, он привязан к Богу, то даже если его тело физически умирает, то он все равно при этом остается жив. Если же его душа не привязана к Богу, то есть у него нет духовной жизни, то даже если его тело еще двигается, то он уже мертвый. Теперь тот, кто идет на поводу чуждой идеологии, то он может первое. Есть человек, который духовно верит в Бога. Вот смотрите, интересно, в Шма-Исраэль, для меня это было открытие. Сейчас я вам покажу одну вещь интересную. В молитве Шма-Исраэль. В молитве Шма-Исраэль мы говорим вначале, да? Вот мы говорим в Шма-Исраэль, значит так. Ну, начало идет так. Шма-Исраэль, слушай Израэль. То есть Шма-Исраэль, это когда ты произносишь эти слова, Шма-Исраэль, это ты себе как бы говоришь, услышь Исраэль. То есть в каждом потенциале есть вот эта вот часть, которая называется Исраэль. То есть был Яков, он был сын Ицхака, сын Авраама. Да, Ицхак был сын Авраама, Яков был сын Ицхака. И Яков, он боролся с ангелом и победил. Он боролся с ангелом смерти, с ангелом Исава. И он победил в себе вот это вот то, что называется злое начало, Ецерара. И он присоединился к Богу прям полностью. И Бог ему говорит, твое имя теперь не Яков, твое имя Исраэль. Исраэль это прямо к Богу. И тот, кто победил этого ангела. И вот он стал первым, кто получил имя Исраэль. Дальше его сыновья назывались Бне Исраэль, сыновья Израиля. 12 сыновей у него было. И от него пошел народ Израиля, Ам Исраэль, народ Израиля. Дальше евреи называются по имени самого большого колена Еудим. Еудим это был Иуда. Слово Еуда это корень Леодот. Леодот это прославлять и благодарить. Это вот суть народа Израиля. Еудим это колено Блаиуды. Еуда значит те, которые прославляют Бога. Теперь значит, когда мы утром говорим Шма Исраэль, слушай Исраэль, то это заповедь, повелевающая заповедь истории. Все евреи, мужчины обязаны два раза в день, ложась и вставая, произносить эту молитву. И вот ты просыпаешься утром, подготовился, нужно к этому моменту подготовиться. И вся молитва до этого момента, это подготовка к выполнению этой заповеди. Эта заповедь, сказать Шма Исраэль, это основа, такая основа веры. Написано, что сказать Шма Исраэль вовремя, вовремя это до первых трех часов после восхода солнца. Это важнее, чем даже изучение Торы. И вот значит ты говоришь себе, Шма Исраэль, слушай Исраэль. Ты как бы себя пробуждаешь, вводишь себя в это состояние, прямо к Богу, человек, который победил вот этого ангела, свой Ецерара, свое злое начало и ангела смерти. И ты в этот момент побеждаешь, потому что если ты поднялся на уровень духовности и ощутил свою связь с Богом, в этот момент ты поднялся над смертью. То есть твое Я, твое самоосознание, оно присоединилось к Богу. Ты говоришь, Шма Исраэль. Ашем, это юткей вовкей, это Бог, который сотворил мироздание, Бог, который вне времени, вне пространства, то есть это основа всего, да, тот Бог, который сотворил мироздание. И ты говоришь, Шма Исраэль. Ашем, то есть вот этот вот Бог, Элокейну, всесильный наш. То есть дальше Бог создал, вот этот Бог-Создатель, Он создал все силы, все мироздание, всю природу, все законы, там, атомы, элементы. Вся эта система, это называется Эллоим. Эллоим это переводится дословно всесильный. Значит, Ашем и Хат, Бог один. Бог один имеется в виду что? Что вот этот вот юткей вовкей, который сотворил мироздание, который сотворил потом всесильную природу, вселенную, там, и так далее, то все равно тот Бог, который изначально был до того, как было все это мироздание, Он же в нем все равно и есть. То есть Он в нем есть. И это вот главное осознание, что природа это не что-то механическое само по себе. Это все, все это внутри наполнено Богом, Творцом, Создателем. Но дальше я на что хотел обратить внимание, что говорится так. Первое, я не буду сейчас все шма объяснять, нету времени, но я скажу такую вещь, что во втором отрывке говорится так. Если будете выслушать заповеди, которые я приказываю вам сегодня, любить Бога Всесильного вашего и служить Ему всем сердцем вашей и всей душой вашей, и дам я тогда дожди, дам я дожди вовремя, ранний, поздний, и соберешь ты свой урожай и вино и оливковое масло, и дам я траву на поля для скота твоего, и будешь ты кушать и насытишься. То есть идут благословения, что тот человек, который полностью прикрепился к Богу, любит Его и соблюдает Его заповеди, у него будет невероятное благословение, прям невероятное благословение в жизни. Теперь, но, это если ты любишь Бога и соблюдаешь Его заповеди, понятно. То есть, теперь, второе. И Шамрулахэм, остерегайтесь вы, чтобы не повернулись ваши сердца, и чтобы вы не свернули и не начали служить другим богам и поклоняться им, потому что тогда прогневается на вас Бог и закроет небеса и так далее. То есть, тут есть интересная очень деталь. Если ты соблюдаешь все заповеди Бога и служишь Ему всем сердцем и всей душой, то тогда ты можешь рассчитывать на полное стопроцентное благословение и в этом мире, и в мире грядущем. Это прям так написано. Теперь, если ты не служишь Богу всем сердцем, а служишь кусочком сердца, если ты не выполняешь все заповеди, а выполняешь чуть-чуть заповеди, про это ничего не написано. То есть, про вот этот кусочек, когда ты Богу служишь, но не полностью, не написано. То есть, служишь полностью, выполняешь все заповеди, обещано благословение, служишь не полностью, выполняешь не все заповеди и так далее, ничего не написано. Но написано, бередитесь. Если вы свернете с пути и начнете служить другим богам и поклоняться им, тогда будет наказание. То есть, есть как бы три состояния. Состояние. Первое состояние, когда ты полностью на 100% с Богом, и это очень сложно этого достигнуть. Царь Соломон нам говорил в Каэлите, в Экклезиасте, нет праведника, который бы не грешил. То есть, любой даже самый праведник, у него иногда проскальзывает внутри вот это вот его злое начало, внутреннее животное, и где-то он может, так сказал царь Соломон, где-то он может споткнуться, но его папа, по-моему, это царь Давид, сказал, что 7 раз праведник споткнется и поднимется, а злодей, или это даже царь Соломон тоже сказал, Мишли, дальше, а злодей один раз упадет и не встанет. То есть, это первое состояние, когда ты служишь Богу на 100%. Второе состояние, когда ты служишь Богу не на 100%. И в этом состоянии находится большинство людей, и вот об этом как раз и говорит Мишли, что ты в Бога веришь, но ты не знаешь, как ему служить, ты сомневаешься, ты делаешь что-то, что-то не делаешь, но ты ни в коем случае не служишь другим богам и не поклоняешься чуждым идеологиям. То есть, идеология, которую придумали Ницше, Шмидт, Шмидт, Фрейд, Маркс, все вот эти вот, ну, все эти люди, которые просто сидели и из головы изобретали какую-то хрень и пытались эту хрень навязать миру как истину. Так вот, в этом случае Бог сказал, тогда, говорит, все, капец, закрою небеса и буду наказывать, то есть, будет, опять же. О каких других богах идет речь? Слово Элоким, помните, вот это имя Всевышнего, это всесильный, о других силах. Когда кто-то, человек думает, это не боги, это неправильный перевод. Бог, служить другим силам, то есть, там используется слово, то есть, есть у бога несколько на иврите, несколько обозначений, и на русском тоже. Есть бог, мы говорим слово бог, что имеется в виду? Бог, три буквы, Б, О, Г, что ты имеешь в виду, когда говоришь бог? То есть, у каждого за этим кроется что-то свое. Так вот, бог это тот, кто создатель мироздания, это как, назовем это, там, не знаю, если назвать это энергией, это тоже нельзя назвать энергией, потому что это то, что дает, это то, что было до времени, до пространства, до материи, до энергии, то, откуда все происходит, источник всего. Почему? Это бог. Теперь дальше бог создал первичный материал, и из этого первичного материала начала разворачиваться упорядоченная вселенная. Это тоже называется бог, он же ее создал, это называется всесильный. То есть, это бог всесильный, который все силы в мироздании, он их создал и все их скоординировал. Они работают на каком-то автоматическом режиме, но он бог, создатель мироздания, он же этот автоматический режим в любой момент может изменить, нарушить и так далее. Это то, что называется чудеса. Теперь, когда говорится, не будешь служить другим богам, это называется, когда человек говорит, есть какая-то сила, кроме бога. Есть какой-то там идол, который может управлять миром. Или он говорит, вы знаете, все равно люди поклоняются деньгам, деньги это сила, все в этом мире подчиняется одному центру управления, это бог. И если человек начинает думать, что есть какая-то сила, кроме бога, в этот момент это и называется служить другим силам. То есть, не богам, а силам. Понятно, да? Хороший у вас был вопрос. Все. Теперь, значит, здесь рассказывается еще раз, давайте вернемся к пятому отрывку. Пятый отрывок нам говорит, что То есть, как только ты идешь за любой другой идеологией, то она приведет тебя в итоге к смерти, потому что любая там, те же гомосексуалисты, те же теория свободных отношений и так далее, все это приводит человека к ранней физической смерти и еще более ранней духовной смерти. То есть, любые идеологии, кроме божественной идеологии, приводят человека к физической и к духовной смерти. И здесь я привожу вот одну статью, будет на нее ссылочка в комментариях, вы увидите. История одного еврейского парня, который этот еврейский парень, он был молодой парень уже в 30 лет, он стал мультимиллионером, заработал там 20 миллионов долларов. И он вот такой вот умный парень, да, то есть реально мозгами заработал 20 миллионов долларов, такой прям фотография, вот знаете, есть статьи, их называют ботаники, да. Такой ботаник, ученый, папа его ученый, фотография с папой как раз будет в этой статье. И он в этот момент, вот представьте, умный парень, ученый, и решил он жениться на мисс Пуэрто-Рико, на мисс Пуэрто-Рико, значит, королева красоты пуэрто-риканская. А он знал, что ее родители, они, его родители, они же уже умные, умные, опытные люди все-таки, да, они ему хотели сказать, не женись на ней, внешняя вот эта красота, она, может, они даже читали Мишли, в конце написано, что, значит, шекер ахен в эвэль айофи, обманет красота, уйдет миловидность, они это знали, его родители. Но он женился в тайне от них, и ей поставил условие, что она пройдет Ди-Юр, он все-таки, у него что-то в голове было, что, ну, как бы он думал, что если она пройдет Ди-Юр, так родители согласятся. Но потом, через несколько месяцев он понял, что у них не может быть отношений, постоянные скандалы, кстати, она его там написано обвиняла в изменах, что он ей изменят, тут же начал и так далее. В общем, он хотел с ней развестись. А она, знаете, что она решила сделать? Она решила, чтобы с ним не разводиться, решила его убить. И она наняла убийцу, и просто вот так вот он вышел в Куарто-Рико из клуба, который ей подарил ночной клуб, и его убил этот убийца, и все. А ее сейчас, после этого ее много лет ловили, она там скрывалась, но сейчас вот ее поймали, и ей грозит пожизненное заключение. А он уже умер, нет его. Это как раз иллюстрация, что вот эта вот чуждая идеология, которая метафорично, она, как бы, описана здесь в виде женщины, которая тебя совращает, потому что идет главное совращение человека от духовной жизни, идет через, именно через разврат и через, ну, через другие вещи, которые его совращает его животная натура. Все, дорогие друзья, давайте на этой оптимистической ноте закончим, закончим сегодняшний урок, значит, и подведем итог. Итог у нас следующий. Итог следующий. То есть, есть идеология божественная, которая, она изложена в десяти заповедях, ну, так, чище всего, знаете, это такое собранное. Есть те же пять заповедей ислама, которые абсолютно, мусульмане молятся тому же Богу. То есть, все религиозные люди, которые по-настоящему, есть у них страх перед небесами, страх перед Богом, кто по-настоящему религиозный, они не будут делать зло. И любая другая идеология, которая, которая отрицает Бога, она ведет человека к физической и к духовной смерти. Все, этому можно сделать итог. И какими бы красивыми умными словами ни прикрывались Фрейды, Ницши, Марксы там и так далее, все они просто люди, которые обслуживают свою животную сущность и которые обслуживают одну мысль. Если Бога нет, то все позволено. Все. Это вся их идея, которая кроется за отрицанием Бога. Все, дорогие друзья, удачи, успехов, хорошего дня. И побольше выполняйте заповеди, потому что одно дело теоретически понимать, что есть Бог, другое дело выполнять заповеди, подтверждать свою теоретическую веру в Бога. Все. Чтобы мы больше подтверждали свою теоретическую веру в Бога. Все. Всем хорошего дня.